Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях Андрей Михайлович Мацаков. Андрей Мацаков родился в 1983 году в городе Листа. В 2000 году Андрей окончил школу номер 19. Являлся депутатом Листинского городского собрания 4-го созыва. И в настоящее время Андрей является депутатом Листинского городского собрания 6-го созыва. Андрей женат, воспитывает 4 детей. В настоящее время является кандидатом в депутаты Народного хурала от КПРФ по Калмыцкому одномандатному округу номер 4. Итак, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях Андрей Михайлович Мацаков. Это кандидат в депутаты Народного хурала по Калмыцкому одномандатному округу номер 4 от КПРФ. Добрый день, приветствую. Спасибо за приглашение. Конечно же, рад здесь быть. Смотрел с интересом твоей предыдущей передачи. Много интересных гостей, очень много мнений. Хотел прийти? Да, был посчет, конечно, приглашением. Поэтому даже быстренько с работы подготовился. Позвонил, поэтому сразу-сразу прибежал. Ты сейчас зарегистрированный кандидат в депутаты. Ты кандидат по одномандатному округу. Как чувствуешь себя в таком статусе? Что-то изменилось, не изменилось? Ну, честно сказать, заменилось, наверное, немного. Я уже мне, как сказать, если можно сказать, за плечами две компании предвыборные. Я был депутатом городского собрания четвертого созыва и являюсь сейчас нынешним депутатом шестого созыва. В 2014 году, когда был созыв пятый, я не прошел. Ну, тем не менее. А то есть уже второй раз депутат или сентябрь? Да, и уже, можно сказать, дважды. Давайте мы разделим наше интервью на две части. Первую часть – это мы поговорим о тебе. Хорошо. И вторую часть – о социально-экономической ситуации, о твоих обещаниях на оказах. Чтобы Андрей Мацаков, как кандидат в депутаты, хотел бы рассказать о себе, чтобы наши подписчики видели, чтобы люди смотрели. Элистинец, 40-летний, жена четверо. В Элисте родился. Элистинец, я говорю, в Элисте родился, поэтому сейчас женат четверо детей. Три сына старших и маленькая дочка у меня. Три сына маленькая дочка, ты, наверное, один отец. Ну, вот так вот, да. Как живется, наверное, в будущем время? Ну, как сказать, жаловаться мы не привыкли, поэтому все хорошо. Все стараемся, работаем на благо, во-первых, конечно же, своей семьи, своих детей. И не забываем о своем родном городе. Ну, в свете, так сказать, выборов, наверное, и хочется уже, как бы сказать, расширить свою сферу влияния или опыт, наверное, даже, да, на республиканский уровень. То есть, хочется быть депутатом? Как депутатов, как депутатов в Элистинском городском собрании. Как бы ты оценил свою деятельность? Ты также от КПРФ в ЭГСе, да? Да, я, как сказать, от КПРФ в ЭГСе, у нас трое, там, фракция состоит из трех человек. Я, Павел Павлович и Олег Болшинов. Ну, соответственно, у вас, конечно, мы в меньшинстве, поэтому, блин, ну, как оценить свою деятельность? Работаем, конечно же, в меру, не в меру, даже превышая свои силы, ну, всему есть свои, как бы сказать, пределы, и не всегда получается все задуманное, скажем так, да? Ну, давайте так будем. Партия власти и, как сказать, мы оппозиционеры не всегда находим общий язык. Давайте так будем говорить. Все, что... Сколько депутатов в ЭГС вообще? В общем, 25 человек. А, 25 человек, и всего три коммуниста. Три коммуниста, да. Естественно, ничего не сделаешь. Ну, было бы желание, конечно, но тут уже, конечно, в большинство уже, как сам, вот такие пироги. Но, тем не менее, как сказать, мы не теряем, так сказать, присутствие духа и стараемся, работаем. И никто просто так, кто не заходит, не ходит, конечно же. У меня, вот, в 2019 году, ты, вот, для меня ты очень отличился. Для активистов, да, движения «Это наш город» ты отличился. Многие характеризовали тебя как смелого, независимого кандидата и депутата, имеющего свое мнение. Ты единственный из депутатов в Ленинградском госсобрании, кто проголосовал против назначения главой администрации Дмитрия Трапезникова. Да. Почему ты это сделал? Ты не был у меня на интервью, я помню, ребята у тебя тоже записывали, я посмотрел, это давно было, в 2019 году, хочу вернуться. Почему ты так решил, тогда, как все остальные проголосовали за? Наверное, там, мы ходили к депутатам партии власти на личные приемы, задавали вопросы. Они говорили, там, Бату Сергеевич пришел, он назначил, мы слушаем Бату Сергеевича и тому подобное. Вот так вот. Твоя мотивация какая была, против? Мотивация, да, если честно, это было практически даже, по-моему, первое собрание, мы только вот собрались в первый раз после, уже, как сказать, мы избрались, да. Я сейчас даже скажу, это было, если 29 сентября был первый митинг, это было вот 26 до 27, где-то, за несколько дней, да, я помню, было. А выборы были, там, где-то, тоже, я знаю, там, 9-10, что-то такое, 14? Не, ну, да, как в этом году, наверное, до середины сентября, по-моему, 9-го, 10-го, так, и были. Это была первая сессия? Да, первая сессия, мы, как бы сказать, получили свой мандат, и там, соответственно, уже были, вставали вопросы, там, о председателе горсобрания, и... А, ну, да, исполняли, да, в главе администрации, да, 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 поэтому так немножко... Так, его персона, его личность, наверное, была, ну, первый раз я человек увидел, ну, как я могу за него что-то говорить. Вернее, даже не что-то говорить, даже за него голосовать. Но в тот момент я даже как-то засомневался, ну, хотя бы это было бы, ну, а познакомились, а то, как сказать, человек пришел на собрание, вот, здравствуйте, мы вас проглашаем. Ну, я немножко... То есть, просто вас поставили перед фактом? Ну, это, я же говорю, это было первое собрание, и поэтому кандидатура тут же всплыла. Соответственно, там были, конечно же, и другие кандидаты, ну, кто-то не прошел там с силу документов или что-то еще. Ну, и просто голосование даже там было. Нет, и у него на начале одного, это первое, если заседание. Ну, может быть, да. Хорошо, почему не право, потому что первый раз видишь человека. Не, ну, человека я первый раз вижу, если бы я как-нибудь до этого узнал, может быть, еще были бы какие-то сомнения, а тут я просто, ну, не был согласен, так сказать. Во-первых, это должность ответственная, ну, сами понимаете, глава города, это хозяйствующий субъект, это... Ну, это глава города администрации, да. Это все рычаги, это все вопросы через него, поэтому не знам, о кого, там, первый раз человека, ну, ставить это, ну, скажем так, это неэтично, что ли, может быть, с моей стороны было бы так голосовать за него. Поэтому посчитал так, ну, не знаю. Ну, что это вылилось потом? Ну, вот, ну, это понятное дело, да. Ну, вот, потом вылилось на многотысячные митинги, и как ты себя чувствовал? Прав-то или не прав? Ну, такое, скажем так, не то чтобы двоякое, но немножко было, конечно, приятно, что не чувствуешь себя таким болванчиком, типа того, да? Болванчиком? Да, ну, а то, как, ну, представьте, да, круглый стол, городское собрание, я единственное поднимаю против, что-то как-то я себя, думаю, не уйдетно почувствовал. А ты подумал, может, ты какой-то не... Да, думал, может быть, я немножко, как-то дурочил что-либо. Ну, а тем не менее, потом вот эти все митинги, собрания, ну, я так посчитал, что не промазал я, так сказать. То сделал правильно. Да, наверное, правильно. Потом, да, мне звонили... Как люди реагировали на... Да, друзья, знакомые звонили, ну, родственники, соответственно, поздравлял, кто-то смеялся, кто-то... Ну, некоторые даже поругали, говорят, что делаешь, куда-то против шерсти идешь. Но, тем не менее... А что сделал себя героем? Ну, это не героиство, это, ну, как сказать, это человек, ну, может, по совести, может быть, сказать, да, и честности. Что чувствовал, то и сделал, вернее, как высказал свое мнение. А там уже народ, как сказать, оценит, там, прав и неправ был, что-то и самое... Ну, как оказалось, там, может быть, многие поддержали, со мной, сказать, забыли. Ну, вот, опять же, где у депутата Леснисского городского собрания освободили Дмитрия Трапезникова от должности, он ушел в зомбредом. Вот Олег Перебеев и Чениченко, ну, Олег Перебеев точно говорит, то, что он отчитывался, то, что он отчитался, вы его отпустили. Был действительно отчет или нет? Был, был. То есть, то, что он обещал, он сделал? То, что обещал, не, ну, так на память я не скажу, ну, по большей части, да. Да, ну, тут как-то надо понимать. Глава администрации, ну, это он не царь и бог, ну, сами понимаете, да. Это работа в команде, это заместители, это, как-то, начальники на местах, поэтому... Вспомните, да. Да, ну, и тем не менее, ну, сам всем известно, все, как сказать, обещания, все, что было сделано, ну, это не просто так было, это же федеральные деньги, это программа государственная, это, понятное дело, там, софинансирование, да, какую-то часть надо найти. Но, тем не менее, что-то было сделано, ну, заслугу себе, ну, как-то это, скажем так... Нельзя присваивать, только одному. Ну, да, это работа, да. Эта работа общая, скажем так. Да, общая работа, команда работает. Чемизм, я сказал, было то, что бюджет Элисты с одного миллиарда четыреста вырос на три с половиной миллиарда. И, я думаю, неправильно, ну, как бы, неправильно преподносит, и преподнося так, что это, как будто, пришел трапезников и внес определенное влияние, и бюджетство увеличился. Как ты на это реагируешь? Ну, это не совсем так, скажем так. Просто, многие, как сказать, оппонируют тем, что это, как сказать, инвестиции привлеченные, что ли, как-то, да? Это просто государственная программа, с одной стороны работа. Ну, и ты, я, мы понимаем это, что это работа, как сказать, ну... Это государственная программа, это все деньги происходят с федеральным бюджетом. Да, понятное дело, мы там где-то находим, изыски что-то проходят. Где-то послабление, там, бизнесменам, где-то скидки, там, по налогам. Ну, соответственно, да, бюджет растет, но... Не так, как бы хотелось. Ну, да. Здесь согласен. Андрей, как действующий деморат Алистинского городского собрания? Какие основные проблемы, или, может, одну из основных проблем города Алисты, ты хотел бы обозначить? Ну, одной, наверное, большой сейчас проблемой и болью, наверное, на данный момент, является наш водоканал. Мубы, листа, водоканал. Мубы, листа, водоканал, да. Что там происходит? Ну, наверное, никакой не секрет, сейчас идет стадия банкротства, сейчас, насколько помню, там, внешнее управление, арбитражный управляющий заходит. Там работает мой коллега, Павел Павлович. Да, Павел Павлович работает, он сейчас очень, так сказать, обеспокоен, наверное, в связи с этим у него там очень не хватает времени, поэтому сейчас очень трудно даже... Как решать эту проблему? Там же задолженность, понятно, что кредиторка большая, что делать? Поднимался ли вопрос этот? Поднимался вопрос, да, искались пути выхода, но, тем не менее, сейчас пока тяжело что-то сказать, я даже, наверное, не полпался... Просто, что в рамках дела банкротства. Да, поэтому, если сейчас арбитражный управляющий, ну, сами понимаете, это уже, ну, человек пришлый, ему там что-нибудь, может просто продать все с молотка и уже уйдет. Это, считаю, ну, градообразующие предприятия, сами понимаете, поэтому сейчас очень тяжело и я не знаю даже... В первую очередь, проблема для населения. Конечно же, это очень большая проблема. С учетом того, какая вода у нас, и сейчас еще и, если предприятия не ставим, что у нас останется? Мне кажется, мы обратно... Не только республикские власти, но и региональные власти, что... Да, это надо решать уже как-то вкупе, уже не только городу, это уже и республикский регион должен как-то, а тоже озабочиться об этой проблеме. И как-то найти пути выхода и ответы, может быть. Понятно. Андрей, еще такой вопрос. Что будет делать Андрей Мацяков, если будет депутатом Народного хурала? Что будет делать? Будем работать. Тем не менее, как сказать, не хочется, конечно, заглядывать на будущее, или не загадывать. Пройдут выборы, соберутся состав и там уже будем видны. А то обратно же останемся, как сказать, в меньшинстве. Ну, обратно же как-то... Но вообще есть смысл, если останемся в меньшинстве? Ну, тем не менее, голос-то должен быть хотя бы какой-то, хотя бы минимальный. Ну, надо работать. Никто не собирается останавливаться, даже если у нас там меньше стоп будет. Как-то надо работать, выступать. Это, соответственно, городское собрание, это городская трибуна, сами понимаете. Хуралы, это уже республиканская трибуна. Я надеюсь, там уже это будет громче и многие услышат, наверное. Я надеюсь, все будет хорошо и мы, как сказать, составим конкуренцию. Спасибо, Андрей. Посмотри, я специально распечатал список кандидатов по одномандатному округу. Ну, я всех по всем округам распечатал. У тебя на округе здесь пять конкурентов. Это Бадмай Ачингис Валерьевич, Крамальское региональное отделение ЛДПР, в 86-го года рождения. Кукеев Лидия Петровна, в 55-го года рождения. Партия Справедливая Россия и за правду. Манжир Наран Сергеевич, в 73-го года рождения партия Новые Люди. Мацаков Батер Борисов, в 73-го года РО Республики Каламыки РПСС. И Салаев Бадмакатиныч. Знаешь конкурентов своих? Как к ним относится? Ну, соответственно, честно говоря, не знаком. Да, и Салаев он даже лично не знаком. Ну, тем не менее, Батмакатиныч, кто не знает. Это, так сказать, человек, это большой человек. Поэтому с большим уважением к нему отношусь. Но надеюсь, что у нас будет очень интересно и плодотворно. Как думаешь, трудная будет борьба на округе с ним? Тяжелая? Ну, скажу точно, легко не будет. Поэтому с интересом, наверное, ожидаю эту борьбу. Я бы тоже сказал, что Салаев там основной конкурент твой. Остальных, ну, честно говоря, не знаю, не знаком. Может быть, нам туда дальше познакомлюсь. Шесть человек. Шесть человек, да. Ну, а где мало? Еще бы, Андрей, чем бы ты планировал заниматься, если станешь депутатом? На что бы обратил внимание? Ну, на что можно обратить внимание? Наверное, я, вот, отец четырех детей, ну, как я сказал, да? Многодетный отец. Да, многодетный отец. Хотелось бы, конечно же, передать своим детям, наверное, оставить своим детям цветущую и, ну, действительно, развивающуюся республику. То есть ты говоришь сейчас об ответственности, да? Об ответственности, да. Соответственно, родительская и сыновья даже, скажем так. Потому что и моя мама, и мой отец, ой, да, и мой отец, они тоже росли, ну, скажем, многодетные. Да. И родители мы так воспитали, что надо, ну, заботиться, конечно же, о семье и о родном крае. Я после того, как школу окончил, уехал в Москву, учился, работал. Ну, в какой-то момент, вернее, да, позвонил, с родителем разговаривал. Он говорит, все, сынок, нагулялся, поработался, в мир посмотрел, и надо работать. Соответственно, я, да, и вернулся, был это в девятом году. И, конечно, и в тот момент, первый раз я, как сказать, участвовал в выборах, в городском собрании, четвертый вызов, созыв. Ну, вот с того года я, как вернулся в республику, домой, жил, скажем так, здесь завел семью, женился, родились дети у меня. Ну, соответственно, здесь и родители мои живут же так же. Поэтому такая, как сказать, оглядываясь, наверное, да, каждый день, выходя на улицу и проезжая там по степи, просто, ну, мне надо просто больно смотреть. Едя в Черноземельский район, ну, все мы знаем, да, эту проблему о пустыне. Надо как-то и решать, надо как-то озеленять, что ли, Минпрородию, сейчас в нашей партии, да, КПРФ, готовят программу на эту тему. Сейчас пока, ну, скажем так, это наброски, там еще рано, может быть, голосовую, но тем не менее. То есть ты озвучить пока не можешь? Да, озвучить пока, наверное, рано будет, и немножко, ну, да, рано, действительно. Поэтому, ну, тем не менее, если это будет, в Хурал я пройду, скажем так, да, буду стану депутатом Хурала, я буду эту проблему, наверное, как-то надо все раскручивать и, вернее, решать, решать. Ну, вот, соответственно, и... С 19-го года, с 20-го года мы поднимали эту тему, и вот, по крайней мере, ну, на сегодня уже там какие-то сдвиги есть, но вот, чтобы именно республика этим занималась, хотя мне Трапезников на более искусственных говорил, что они пока определяют участки. Ну, вот, какая-то новость прошла в Телеграм-каналах, что уже площадь о пустыне изменилась, уменьшилась несколько раз, потому что там нету человека. То есть в заповеднике Черной Зимы нету человека, нету там животных, там только сайгаки, волки, ну, дикие животные, и природа сама восстанавливает. Это потихоньку, да, выходит. Это уже хорошо, но еще площадь есть, и это угроза, я считаю. Это угроза, да, и в связи с этим, наверное, даже вот так... То есть это ты говоришь о том, чтобы что-то оставить детям? Да, и я к чему же веду? Это надо еще, как сказать, детям воспитывать, это нужно образовывать, объяснять детям своим, им оставлять то, что это твоя родная земля, надо о ней заботиться, надо, как сказать, здесь работать и ухаживать за ней, поэтому... То есть ты говоришь о воспитании? Воспитание, да. Я своих детей стараюсь, ну, так же, как и мои родители меня воспитывали, как сказать, вбивать голову, то, что это родная Украина. Ну, и, ну, просто оглядываясь, даже вот по... На улицу идешь, сейчас молодежь, ну, очень далека, наверное, да, о тех идеалах, наверное, догмах, которые завещали нам наши отцы и деды. Что ты имеешь в виду? Ну, во-первых, воспитание, конечно же, это... Как люди, как молодежь, наверное, да, разговаривают со старшими. Я даже, ну, со стариками, не важно. Просто даже старики, женщины, девушки, ну, просто как-то... Больно смотреть, как люди, молодежь друг к другу относится. Это даже не только молодежь, это люди. Поэтому надо, наверное, в школу как-то это все пересматривать, эту систему образования, наверное, как-то... Уроки воспитания, может быть, даже вводить. А национальное, так сказать, воспитание. Ну, да, здесь я с тобой согласен, поскольку есть такое, то, что в школах на сегодня, знаешь, на детей такая нагрузка, и они приходят к репетиторам, только учат. Только учат, да. И функция воспитания в школе, ну, на мой взгляд, ее нету. Как раньше нас воспитывали, учителям, когда нас отдавали в школу, родители были уверены в том, что там нас научат правильно и будут воспитывать. То здесь, мне кажется, на сегодня такого нету. Ну, да, я как отец, наверное, да, немножко... Меня такой смущает тот факт, когда я в школу шел в школу, меня там учили и читать, и писать. Сейчас я думал, первый класс должен ребенка привезти, чтобы он уже читал, писал и считал достатом. Я не знаю, ну, как-то они просто приходят туда, там, чем занимаются, я не пойму просто. То есть ты хочешь сказать, надо пересмотреть в следующую систему образования? Я думаю, да, это как-то, ну, ни в какие ворота не лезет. Сейчас, затем, да даже вот эта прословутая ЕГЭ, что она дает, я не знаю, больше стресса, наверное. Раньше мы сдавали экзамены, ну, было проще, и ты сам понимал. А сейчас эти просто крестики-нолики, там, ну, это, я не знаю, я считаю это неправильным. Наверное, здесь я не согласен с этой темой. Поэтому хотелось бы, наверное, присмотреть вот эти, как сказать, моменты, что ли, для всей эту систему. Ну, это, я считаю, это неправильно было. Ну, я с тобой согласен здесь. Да и ну, будем завершать. Спасибо, что пришел. Короткое интервью. Это был Андрей Мацаков, кандидат по коммунистическому одномандатному округу ММИ-4 от Коммунистической партии Российской Федерации. Спасибо за приглашение. Всего доброго.